друзья всем привет рад всех видеть на канале хочу поделиться с вами очень радостной новостью у меня родились мальки велиферы это блин просто неожиданный сюрприз которые подарили мне эти замечательные рыбы в общем ситуация такая да прихожу домой сработки думаю сейчас подменю рыбкам водичку покормлю беру шланг в руки все деловой ведерко сажусь все водичка течет ведро и тут смотрю в левом верхнем углу плавают мальки тут не сразу понял что за мальки а потом до меня доперло что друзья это представляете родила одна из самочек велифер в сачке с очком до вылавливаю четыре штуки получается их всего четыре ну скорее всего здесь было больше да либо она вообще немножко родила там потому что велиферки рождают меньше малёчка чем остальные рыбки но он очень крупный такой и сразу же плавая то есть он на дне не лежит видать это те мальки которым все таки удалось выжить красота похоже что я не всех мальков поймал вот ребят смотрите сейчас мы попробуем отвести вот здесь вот на аэрлиф на фильтре вот он притаился еще один малёчек ему удалось выжить вот друзья смотрите опа вот он давай 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 ну есть поймал ребят все поймал все-таки их больше да вот он вот он красавчик все-таки их 5 друзья так где же где же баночка с остальными уже хотел определять рыбу в какой-либо аквариум и тут еще заметил одного вот они друзья 5 штук малявочек велиферки зеленой красота но нет слов рад как слон до доволен как слон друзья на самом деле вот такие вот неожиданные сюрпризы могут случиться наверное у каждого кто занимается аквариумными рыбами очень-очень здорово а конечно же друзья я даже подумать не мог что вижу малька в аквариуме с этой рыбой поэтому мы с вами так сказать в режиме чип и дэла до сделали кое-какое условие для нормального развития малька мы сейчас на пару деньков сделаем небольшой аквариум сейчас чудят наук ли немножечко дадим они начнут кушать я думаю с ним будет все нормально рекомендуете сделать более просторную баночку для карантирования рыбы для того чтобы не дай бог не потравить аммиаком ну конечно совет и дельная да я прислушаюсь к ним и вот как раз таки у меня пустует большой аквариум 300 литров вот сейчас он готовится там как раз таки будут проходить дальнейший карантин рыбы посмотрим как себя будут вести и чувствовать плюс конечно же большая банка они если хорошо питаются здорово пойдут в рост я думаю что проблем не будет вроде как неплохо рыба садится у меня есть еще велиферки которые учатся вообще знакомства с велиферами у меня не так давно началось первую рыбу я получил по моему ролик называется подарок от подписчика да вот я ссылочку оставлю верхнем уголке кто не смотрел можете посмотреть все началось именно с этого ролика когда я получил одну самку и по моему три самца да то есть там 4 рыбки ко мне приехала вот самочка у меня к сожалению погибла почему-то не перенесла дорогу то ли у меня кипа условия неподходящие были в общем самочка погибла а самцов конечно я по собственной глупости похерил можно было бы проследить за ними да у меня выпрыгнула рыба в общем какие-то нелепые причины смерти на самом деле очень неприятно можно было самочек найти и заниматься разведением и как-то знаете угас этот огонек у меня к этой рыбе что-то как-то ну или не заладилось то ли еще что-то вот но тут второй раз заказал рыбу получается приехала второй раз ко мне велиферка тоже выпускал ролик вот там и можно будет посмотреть она получается называлась цари живородок там как раз классный ролик хорошо вы его оценили да много там просмотров как бы как раз таки там представлены несколько видов селекционной формы да то есть там и черный там шафрана вы кита далматинцы там как их только нету или ферва как растет из разводник карена да я снимал вот он не видеоролики снимал своих рыбок над на тот момент которые были и я вот их смонтировал в ролик чтобы показать вам друзья какая бывает рыба это велифера и вместе с ними и мне прислали тоже небольшое количество блэков я их посадил но у меня они получатся сидели вначале также карантинчик прошли две недели потом их посадил в аквариум большой они живут с остальными рыбками сейчас они довольно крупные но не сказать что они прям большие там 15 сантиметров 12 нет друзья они в районе 5 сантиметров вот здесь они плавают но они чуть меньше меченосцев получается размером с радужницу у меня здесь их получается 5-6 штучек плавают вот на эту стойку по полу рыбка уже начала определяться но как я понял что я их неправильно содержал до вода в стойке 22 градуса рыба любит все-таки потеплее то есть как бы получается что под затянул да сам того не подозревая к сожалению рыбу и она вот ну не вырастет до тех размеров которые в принципе должна дорастать это рыба то есть она может там 12 сантиметров такие самцы шикарные быть с огромным просто флаговым плавником конечно же я рыбок оставил себе никуда их не девал они меня так и плавают вот вот здесь вот в стойке вот они как раз таки постоянно у переднего стекла трутся вот эти рыбки но вроде сели да все нормально но единственное что тоже блин вот знал бы условия какие нужно вроде так знаете как пренебрег чем-то да вот вроде очень важным там не было отдельного аквариума там чтобы температурку там поднять повыше посадил в общий смотрю рыбка себя чувствует хорошо кормится все но вот рост конечно медленный с этой рыбкой получается 3 3 1 до 3 счастливый как говорится будем в это надеяться вот мальки там подтверждение подготавливаю аквариум большой сейчас 300 литровый аквариум вот стоит как раз таки прислушиваюсь к вашим советам потому что вы рекомендовали проводить карантин именно большой банке потому что вот в таких вот небольших отсадниках там в 40 литровых конечно там биология никудышная один эрлифный фильтр стоит что там будет нормального по биологии можно оторвануть рыбку и рыбка там погибнет не дай бог не от болезни да просто от неправильного содержания это аммиака да от отравления поэтому сделаю сейчас большой аквариум 50 процентов наберу свежие остальное получается возьму он со стойки с рубинами да вот отсюда здесь тоже проточностью рыбы количество рыбки совсем маленькая что тут плавать наверное штук 15 самых крупных рубина в себе оставил на производку стена рожая честно вот уже самок отлавливать чтоб малька скидывали вот как раз таки здесь немножко до отсюда возьму водичку оставшуюся залью сюда и посадим уже туда как раз таки по черных черных шафран может быть разделю пополам да и посажу и зеленых тоже большой аквариум на место их в которых они щадят как раз такие тех малючка сажу и думаю все будет оптимально вот принципе такие планы сейчас такое как бы направление деятельности да в какую сторону и буду двигаться как-то вот думаю все вам рассказал поэтому друзья если что-то остались какие-то вопросы обязательно задавайте в комментариях подписывайтесь на канал следите за новостями добавляйтесь в группу вконтакте в instagram всем пока друзья и удачи в аквариумистике пока